всем привет всем привет hallo zusammen вы на канале будь со мной и с вами ваша Наташа заходим в google и пишем следующее ДХЛ пакет Украины все латинскими буквами первое что мы видим это Humanitere Hilfe Ukraine переходим по ссылке Humanitere Hilfe Ukraine Deutsch Ukraines то есть информация есть на немецком и на украинском Hilfs пакета Indie Ukraine переходим по украинской ссылке посылки с допомогою в Украину здесь описывается какие посылки можно послать в Украину в качестве гуманитарной помощи что на данный момент потребно наибольшим продукты харчувания тривалого сберегания консервы макароны макаронные вироби борошно кава цукор сухофрукты солодощи сгущенное молоко дичача харчувание не в скляне таре сухое молоко корм для тварин что в данный момент нужно более всего продукты питания которые долго могут сохраняться это консервы макаронные изделия мука кофе кофе сахар сухофрукты сладости сгущенное молоко детское питание но не в склянной таре сухое молоко корм для животных вырубы медичного призначения то безрецептные медикаменты например перевязывальный материал знеболювание запас засоба то что то есть изделия медицинского назначения и безрецептные медикаменты гигиеничные продукты по бытовой речи в гарном стане кофты термочашки карематы то есть одеялом можно послать гигиенические продукты наподобие зубной пасты зубные щетки мыла шампуни так далее чё зараз не потребно украинская почта просит не отправлять в данный момент одяг то есть одежду не надо отправлять в гуманитарных пакетах чё входит до переликоза оборудованных для присылания предметов что запрещено ложить пакеты оружие рецептные медикаменты продукты которые быстро портятся наркотики деньги имеется ввиду кэш легко воспламеняющиеся вещества потом начинаем все скролли тут запись написано как упаковать как подписать как распечатать этикетку идем по ссылке специальную завантаж что специальную этикетку идем по этой ссылке здесь есть пошире и запытания то вы вид поведу есть вопросы и ответы самые распространенные вот тут вот есть кнопка завантаж этой этикетку для бескоштовного пересылания нажимаем сюда и попадаем на страницу там где имеется этикетка правую часть надо наклеить на пакет левая дает информацию на трех языках немецкий английский украинский куда конкретно идет эта почта гуманитаре хильфе украины людвиксфельде вот адрес и вместо декларации есть вот такой вот поле хуманитаре и украин тут надо зачеркнуть то что вы влаживаете пакет продукты питания генические вещи медикаменты то есть я например не буду вкладывать никакие медикаменты я зачеркну вот эти два поля каждый пакет получает свой штричку пакеты должны быть не более 20 килограмм гуманитарная допомога украины мы поддерживаем людей в украине и безкоштовно надсилаем ваши пакеты допомоги туда где они нужны пакеты передаются до укрпошти яка отвечает за их подальше расповсюджение на территории украины как надписать пакет допомоги через deutschepost.dehl раздрукуйте цей pdf файл на аркуши паперу формату а4 и приклеите правую половину на пакет допомоги так чтобы его было добре видно пункт 2 позначьте на этикетстве упаковки какие предметы месяца у вашей упаковки продукты предметы гигиени вики без рецепту можно видмитить и деколька пунктов принесить третий пункт принесить свой пакет дугу допомоги у відділення deutsche post або магазин посылок дгл на жаль віддати пакет допомоги на дгл бэкстейшн можно его я вот нашла обыкновенную картонную коробку крышка тоже имеется коробка вообще-то размера у всех распаковки у меня будет упаковка я немного и померю 32 сантиметра 12 сантиметров и 21 сантиметр сейчас я покажу что я пакую в такую коробку начнем с сухих продуктов питания сейчас возьму еще чек и скажу вам цены вот я в плане прикупила пару вещей и за рис я заплатила 279 осматриваю да это этот рис и потом я еще купила хлопья овсяные они стоили 169 вы скажете а зачем украину послать такие продукты сушь есть в украине да там где нет боевых действий даже если падает бомба даже если каждый день бывает воздушная тревога там еще работает супермаркты и сравнительно хорошее снабжение все эти пакеты они пойдут туда где этих супермарктов нету ближе к линии фронта в сельскую местность где разрушена инфраструктура и поэтому надо рассчитывать на то что людей нет ничего вот людей где оккупированных территориях когда их освобождали не говорят мы забыли запах хлеба им и мука нужно и кусок мыла и поэтому я это делаю следующий оск фризантин 299 чай обыкновенный черный чай потом я купила самые простые консервы свины это паштет или ливерный или печеночный называйте как хотите файны либо рост мид кальт знаешь тут мясо теленка здесь самая обыкновенная домашняя ливерная такая круговатая колбаса но она вкусно я пробовала это очень недорогая консерва сколько же она стоит здесь где найти цену вот две штуки то есть она стоит 1 19 2 штуки стоит 238 я решила еще положить в этот пакет что-то сладенькое марси шоколадки горький шоколад 72 процента это шоколад стоит 149 вот цена также я еще купила австрийские вафли с запахом жареного миндаля такой зимний вариант зимнее счастье называется 200 грамм и они тоже пойдут мою посылку мана вафли тянема на вафли вот этим маном вафли венто вафли стоит 1 99 была еще куплена самая простая селедка в томатном соусе херинг и томатные кремы это очень простые консервы они бывают у нас вы по акциям 99 центов стоит сейчас на по моему стоил 129 это консерва тоже пойдет в украину еще мне девчонки подсказали что стоит купить каких-нибудь сухих супов они конечно не очень полезны эти супы в них много гламинат лука мата но они веганские тут бульончик немного каких-то там сушеных овощей и такие макаронные изделия виде буков я надеюсь что в этих зонах где вот такой недостаток где война пылает там нет детей почему-то не хочется надеяться может взрослым такой быстрый обед за 5 минут или сколько тут пишут за 8 минут можно приготовить это пушить чего-то еще добавить с огорода может быть там какой-то лучок этот суп он стоит сколько же он стоит фу штабом супа вот к норку штабом супа 99 центов стоит всего нам все и такие супы бывают разными есть томатный крем и суп и есть какие-то там из шампиньонов то есть их просто надо развести водой закипеть уже можно покушать это порция даже на двоих это пищевые продукты которые я собралась посылать еще я купила очень простой практически самая дешевая душ по крем стоит 75 центов у нас в т.м. марте демар это вот такая вот марка потом я купила самое простое мыло она очень неплохо пахнет она стоит 80 центов также крем для рук с ромашкой это тоже что-то порядка 80 центов я подумала что людям еще нужно будет свечка потому что скоты из россии разрушили всю инфраструктуру я нашла у себя дома такую свечку такая свечка германия стоит где-то полторы-два евро я тоже упакуюсь и сейчас куда жена щетка нужно в зубной пасте это уже необходимо если у людей нет никакого супермаркта они не могут это купить вот такая вот паста стоит примерно 2 евро щетка не помню сколько стоит и женские гигиенические пакеты я тоже взяла самые простые самые дешевые и мы будем ложить эти пакеты не в каждой не в каждый такой картон не в каждый ящик почему я это не стала вложить сразу вверх вот этот душ бат может вытечь вот это мыло очень похуже она может смешаться с запахами вот этих вот вафель и всего тут я вот это все что может где-то как-то пораниться вот это вот это вот сейчас заверну в пищевую пленку отодвинем продукты в сторонку заворачивать не будем это тоже в какой-то фольги уже и не пахнет пищевую пленку вот такую самую простую отрываем кусочек почему я вообще сделаю вот этот обзор или упаковку потому что мы собираемся сделать таких пакетов очень-очень много городе собирали пожертвования для украины мне говорят наташа придумай проект вот наташа залазит в интернет и видит возможность отправить такие пакеты то есть я надеюсь нам дадут какую-то сумму денег эту сумму мы хотим приумножить мы сначала хотим на половину суммы купить муку яйца всякие там разные ингредиенты для выпечки и напечь пирожков печенье вафель такие знаете вафельница вот и хотим это все продать и таким образом увеличить мы просто попробуем из части денег получится ли у нас увеличить ту сумму которую нам дали с пожертвованием а потом мы будем паковать вы таки покупать эти все составляющие паковать очень большое количество таких пакетов потому что есть очень много людей которые нуждаются и нам все-таки здесь германии всем хорошо хорошо даже тем кто приехал в апреле очень таком травмированном состоянии сейчас они говорят у нас все есть у нас есть крыша над головой над нами не летает бомба и надо помочь тем кому плохо у меня например в группе есть женщина она сама из бахмута она общается со своей соседкой которая там еще находится в бахмуте ну туда до бахмута не ходит ничего туда нельзя вызвать посылку мы бы естественно нашли бы даже деньги на перед на пересылку и так далее но это невозможно поэтому мы пошлем несколько я даже думаю что это будет десятки может быть сотни вот таких посылок которые сейчас собираю может быть одна или две дойдут до соседки нашей талии я не знаю я надеюсь чтобы сделать много таких посылок надо предусмотреть все детали поэтому я действительно пробную такую посылку заворачиваю вот этой пахнущей стороной чтобы понять что надо дополнительно купить то есть нам нужны коробки коробки мы должны найдем где-то бесплатно нужно будет походить по магазинам по обувным нам нужна вот такая фольга нам нужны будут свеч может быть нам свечи кто-то подарит надо бросить клич чтобы не тратить деньги я рассказала об этом проекте нескольким знакомым это люди которые тоже прибыли в апреле германию они уже по находили работами когда заниматься благодарительностью а мне есть как вот они говорят наташа мы с удовольствием я их не просила принять участие в какой-то акции они говорят мы обязательно придем участие в той акции в любой форме или придем заворачивать или сделаем пожертвование или принесем что-то я говорю ну тогда принеси ящик макарон макароны стоит недорого вот принести и мы это все упакуем в пакет сейчас я все положу пакет вот эти вещи вместе с пищевыми вещами нету вот это уже лучше вот это уже лучше вот это уже вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Закрываем крышку... Разрезаем этикетку... Клеим ее сюда... И относим... И кто-то получит... Да... Говорят, что коммунитарку разворовывают... Чтобы этим ворам отсохли руки... Я вот принесла весы... Мне ради интереса... Интересно, сколько же будет этот пакет висеть... Там же их еще носить надо... 3 килограмма... Я вот нашла еще одну коробку... Она чуть-чуть побольше... 31 сантиметр... И 26 сантиметров... Она совсем на немного больше, чем вот та коробка от обуви... Сюда я также распечатала такую же этикетку... И уже положила парочку вещей... Например, пачку макарон... 50 грамм... Варится 9 минут... Эти консервы вам уже знакомы... Здесь тоже рыбная консерва... Нежное филе... Томаты... Карри... Здесь те же паштетики... Здесь вот терияки шпрот... Из города Киль... Сколько стоит... Сейчас я посмотрю... 1,99... Мед и орех... В смысле, хорошее дело... Завтрак... Это очень здорово... Девчата мне еще подсказали... Купи каких-то приправ... Я купила барбекю... Стейки барбекю... Можно на мясо... Сыпать эти приправы... Но я видела в интернете... Один парень готовил макаронные изделия... Просто добавил в них водички... Добавил какого-то подсолнечного масла... А потом добавил таких приправ... И съел их без всякого мяса... И было вкусно... И я повторила... Когда-то... Сделал такие же спагетти с приправой... И мне было тоже вкусно... Вполне можно есть... Единственная моя ошибка... Что я купила приправы в стеклянной упаковке... Это запрещено... Но я упакую это как-нибудь... В какую-нибудь стеклянную штучку... Стеклянно... Сохраняющую оболочку... Я еще купила... Тоже, к сожалению... В стеклянной упаковке... Куриный бульон... Это обыкновенный инстант... Я сама пользуюсь этим инстантом... Он совсем не такой химический... Но опять же... Я сделала ошибку... Я купила это все в баночке... В стеклянной... Придется подумать... Как бы это упаковать... Стоит такой бульон... 1,89... Вот здесь написано... Хюна бульон... 1,89... Из такой баночки можно сделать... Почти 4,5 литра бульона... Из косметических вещей... Я купила самую-самую дешевую... Семейную шампунь... Она тоже стоит... 85 центов... Всего-навсего... Вот такая вот... Большая такая упаковка... Для любых волос... То есть она подойдет всем... И детям, и взрослым... А в тяжелую минуту... Тем более она подойдет всем... Еще я купила вот такое... Флейге души... Витализированное... Если не пойдет в эту коробку... То пойдет в другую... Потом я купила... Вот такое вот... Флейге креме... Райш-хальтик... Эфирон... С 20 штундным... Флейгами... Сия-бута... Шия-бута... Фергес-эштон-кёпа... Для тела и лица... С шея... Этим маслом... 24 часа защищает... Всего... 50 миллилитров... Я... Не все цены у меня в голове... Я потом понаписываю... Но это стоит тоже... Меньше евро... Еще купила... Алоэ... Обыкновенное... Кусок мыла... Алоэ... Оно тоже как-то так... Свеженько пахнет... Я его тоже заверну... Чтобы все остальные вещи... В этой посылке... Не пахли... Вот это вот... Короче, вещи... Которые я сейчас буду заворачивать... И болтать... Меня поражают в интернете... Люди, которые прыжут... Злом... О, все разворуют... Ну и разворуют... Ну и ладно... Я, например, в интернете вижу... Очень много людей из Харькова... Из Херксонской области... Кто получает подобные... Гуманитарные пакеты... Или просто им выдает в кульхе... Какие-то... Какие-то консервы... Потому что эти пакеты... Не обязательно вот так вот... Упаковывать разными товарами... Можно выслать просто... Одни макароны... И там их расфасуют... Там их раздадут... На определенных пунктах... Есть очень много... Волонтеров... Среди тех людей... Которых я смотрю... На кого подписано... Они мне показывают... Как они на каких-то складах... Расфасовывают эту... Ну делят на кульки... На потребности... И развозят... Эту гуманитарку... Пожилым людям... Людям, которые не смогли куда-то уехать... Из-за состояния здоровья... Из-за старости... Из-за нехватки денег... Вот... И... Я считаю... Что это полезное дело... По крайней мере... Я считаю... Что... В тяжелое время... Лучше заниматься... Какими-то позитивными вещами... Чем... Сидеть и... Шмарить людей в интернете... Или еще что-то... А таких придурков... Ну... Очень много... Так я надеюсь... Что... Запах этого мыла... Не перейдет на пищевые продукты... Нет... Сюда что-то другое поищу... Вот этот душ... Платон стоит... Два... Пятьдесят... Я не думаю... Что я прямо... Ну... Сильно помогу... Каким-то там... Семьям... Которые... В Украине... Нуждаются... Сейчас во всем... Там... Самая основная беда... Это бомба... Из России... Почему... С какой целью... Этот враг... Уже враг... Когда был... Братом... Пришел в Украину... Никому не понятно... И... Самое интересное... Что есть... Полки... Упоротых... Придурков... Которые думают... Что они что-то освобождают... Тут их земля... Сколько мне гадостей... Пишут в интернете... Вы... 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 Я... За словом... В карман не лезу... Чтобы ответить... Кроме этих... Без... Адресных посылок... Которые... Будут... Отправляться... За деньги... Собранные... Жителями... Нашего города... Я еще... Отправлю... Несколько... Наверное... Все-таки... Только одну... Посылку... Моей двоюродной сестре... Которая выехала... Еще в апреле... Из Харькова... Она жила в Ровно... У нее была там... Летом работа... К осени... Эта работа закончилась... И она переселилась... В Чернигов... К моим... Другим родственникам... Которые вернулись... В Чернигов... После деоккупации... Ей все-таки... Тяжело... Она не думает... Она еще не решается... Вернуться в Харьков... Я не думаю... Что я прям... Одарю чем-то... Я просто думаю... Что я ее подержу... В тяжелую... Минуту... Я посылала деньги... Моей сестре... Она ей передавала... Моей сестре... Например... Вот такая посылка... Она может быть... Принесла бы радость... Но... Лучше выслать деньги... Потому что там... Где живет моя сестра... Пока... Слава Богу... Все есть... Она все может купить... Она меня даже дразнит... Она ходит на базар... И покупает... Куфенькое... Свеженькое сало... Или домашнюю курочку... Это все... Чего в Германии у нас... Ну... Оно есть... Но оно... Как-то... В те дни... Когда... У меня есть время... Оно недоступно... А по субботам... Не хочется выспаться... А не по базарам бегать... А потом у меня... Курс... И мне... Элементарно некогда... Вот... Такая получилась... Упаковочка... А не распаковочка... Вот... Оно доедет... Как не будет... То есть... Вот эта пищевая пленка... Она... Защищает от аромата... Вот это то... Что мне надо... Она до 100 градусов тепла... Можно ее... Помещать в микроволновую печку... И она 75 метров... То есть... Хватит на много... На много пакетов... То есть... Я не буду... Делать большие закупки этой пленки... И надо смотреть... Чтобы я больше... Не делала таких ошибок... Не покупала... Вещей... В стеклянной таре... Вообще-то я хочу... Раздать задания... Всем нашим девчатам... И сказать... Купи-то... Купи-то... Еще шоколадка... Еще... Крекеры... Это все пойдет в эту посылку сейчас... Так... А где... Я еще хотела... У меня была банка тушенки... Куда я положила... Я передумала... Ложить в эту посылку паштеты... Я положу банку тушенки... Говядины... В собственном соку... Пурэ вбив... Инц... Он... Жиз... Так... Ложим сюда... Вот эту шампунку... Она классно улаживается... Я себе почему-то представляю... Что это будет... Посылка для семьи... Поэтому тут family шампунь... Вот... Сложим этот бульон... Сложим свечку... Мыло... Это душ-пад... Это эти приправы... Вот крем... Пачка чая... Крекеры уже не влазят... Ну тогда еще положим... Тюбик... Стоит 1,69 евро... Томатной пасты... Надо как-то... Подумать... Как это сделать... Так... Скорее всего... И пробуем закрывается или нет... Все прекрасно закрывается... Сюда еще что-то... Небольшое можно положить... Или вот так... Вот... Может еще крыкеры влезут... Короче... Я подумаю... Еще какую-то мелочь... Может все-таки эти консервы... Ну да... Мы так оставим... Вот... Вот... Вот это идеально... Знаете почему я при вас это все не заклеиваю? Потому что я... Хочу еще положить туда письма... Но я хочу сначала посоветоваться... Стоит это делать или нет... Написать от кого... Что мы за группа... Из какого города... Такие пакеты мы будем... Складывать вместе с немецкими людьми... То есть украинские беженцы... Немецкие сеньорны... Я очень надеюсь... Что таких пакетов будет много... И что они людям помогут... У меня еще остались... Шоколад... Крекер... Еще остались какие-то макароны... Но это только... Для двух пробных посылок я... Столько... Взяла с собой... На этот стол... Чтобы попробовать их упаковывать... И примерно прикинуть... Сколько они стоят... Сейчас я еще эту посылку... Взвешу... То есть эта посылка весит... 5 килограмм... То есть более 5 килограмм... Очень такая... Тяжеленькая... Более 5 килограмм... Это все не должно быть... Это для меня... Примерно... Ориентировка... Какой должен быть пакет... Допомогайте людям... Это очень-очень важливо... И вся допомога... Она повернется... Тысячу раз... Я... Почула... Это за... Чи... Сприяла... Это за целый год... Я выдавала людям... Мой час... А утримала... Набагато... Больше... Это два пакета... Один 5 килограммов... Другий 3 килограмма... Я надеюсь... Что он комусь допоможе... В тяжкую минуту... Спасибо, что были со мной... Вы были на канале... Будь со мной... И с вами была... Ваша Наташа...